Одна из пяти сталинских дач, которая находится в местечке Месра, находится она выше Карбачевской дачи. И сейчас вот мы прибыли сюда посмотреть на эту дачу и пройти уже местную экскурсию, которую ведет местный экскурсовод. Это еще тот, который был представлен. Сантехника у Сталина была из фаяса, потому что считалось, что в фаясовых ваннах вода горячая и сохраняется несколько часов, поэтому на фаясовых фабриках специально для него делали сантехнику, привозили и устанавливали. Мы со временем, конечно же, ее забилили, сантехника у Сталина, теперь уже появился фаустая, даже здесь вы видите, что сантехника уже более современная. Так что, проходим сейчас экскурсию по Сталинской даче, а я сюда сейчас загляну и покажу вам место, куда качалась соленая вода морская. Пассейн с водопадом специально для Сталина. Вот сейчас, конечно, все это заброшено в состоянии. Вот здесь был водопад, под которым Сталин мог стоять. И, в общем, как и везде, деревянные потолки, мраморные стены. Вот место, где, возможно, ему делали массажи и так далее. То есть место, где он отдыхал. Небольшой такой парк. Я бывал здесь и в период, когда цветут камелии. Здесь очень много камелии. Вот, смотрите, индийская сирень сейчас цветет. Но в период камелии здесь просто красота. Разные камелии. Красные, белые, розовые. И советую вам в это время побывать в период цветения камелии. Да, и летом, и осенью здесь очень красиво. Ну что, следующее, наверное, мое включение будет уже у дачи Горбачева. Хотя, возможно, я вам еще и покажу сейчас. В следующем видео покажу внутренний интерьер дачи Сталина. Одной из пяти, которая находится в Мессра. Вот, и вы уже сами сможете посмотреть через мой YouTube-канал, через мои странички, сам интерьер, насколько дачи были простые, комфортные и так далее.